Японские компании, производящие мотоциклы, за исключением разве что марки Хонда, все начинали свой путь вовсе не с мотоциклов. Ямаха начинала с музыкальных инструментов, кавасаки судостроения. Вот и Мичио Сузуки начинал свой бизнес с производства ткацких станков. Станки эти считались самыми лучшими и способны были производить ткань любой сложности. Город Хамаматсу это промышленная столица Японии, куда в начале 20 века приезжали европейцы за различными товарами. Много лет это была столица ткацкого дела в Японии. В 1909 году Мичио Сузуки организовал свою компанию, которая называлась Станки Сузуки. Идеей для этого бизнеса послужил тот факт, что в детстве Мичио часто наблюдал, как его мать плела ткань вручную. И это послужило идеей создания машины, которая упростит ручной труд. К 1929 году Мичио Сузуки получил уже 120 патентов при изобретении совершенно нового типа ткацкого станка. Станки были настолько хороши, что компания пережила разрушительную Вторую мировую войну и хорошо процветала в послевоенной Японии. В течение полувека станки Сузуки были лучшими, какие только можно было купить. И продавались они по всему миру. Но в 1951 году Мичио Сузуки настиг обвал мирового рынка хлопка. Лучший мировой производитель станков столкнулся с финансовой катастрофой. И так же, как Ямаха и Кавасаки, стал спешно переквалифицировать свое производство. В 1952 году, в возрасте 64 лет, Мичио обратил свой взор на новое механическое устройство и начал реорганизацию компании. Как человек, имеющий огромный технический опыт в проектировании ткацких станков, он применил эти знания для изобретения моторизованного велосипеда, который получил название Power Free. Важно то, что каждая его деталь была сделана именно на заводах Сузуки. У велосипеда был мотор с объемом в 36 кубических сантиметров и мощностью в одну лошадиную силу. У него была система привода, позволяющая ездоку выбирать, крутить педали, как на велосипеде, включить двигатель, чтобы он облегчал эту работу, или вовсе перестать крутить и ехать лишь на тяге двигателя. Power Free был настолько гениальным изобретением, что японское правительство выделило Мичио Сузуки деньги на развитие производства мотоциклов. Эра станков подошла к концу, и на ее месте родилась корпорация Suzuki Motor. В 1953 году вышел новый Power Free с двигателем 60 кубических сантиметров и мощностью уже в две лошадиные силы. На первом же году производства Power Free выиграл одну из самых престижных гонок в Японии. И теперь это была не только компания, производившая транспортные средства, но и компания, ставшая учредителем гоночного искусства. Победа в мотогонке сразу же привлекла внимание к марке, и окрыленные успехом инженеры принялись работать над новыми моделями. В 1954 году Сузуки изобрел свой первый настоящий мотоцикл с названием Каледо. Спустя два года его конструкция была переработана, и на него был установлен двухцилиндровый двигатель. В 1959 году Сузуки решает повторить свой успех в гонках, и Каледо был отправлен на соревнования. Но тут в суровых режимах соревнований Сузуки поджидал неприятный сюрприз. Три из пяти выставленных мотоциклов сломались, и лишь один пересек финишную черту. Несмотря на поражение, Сузуки был твердо настроен двигаться дальше. Учтя все недоработки, он задался целью построить быстрый и надежный мотоцикл, способный преодолевать большие расстояния на предельных режимах работы всех узлов. Инженерам была поставлена задача спроектировать мотоцикл с запредельным запасом надежности. И по неожиданному стечению обстоятельств помог в создании и настройке нового мотоцикла немецкий гонщик Эрнест Дегнер, который с семьей сбежал из восточного Берлина. Совершенно случайно менеджер Сузуки встретил Дегнера на шведском гран-при и предложил ему контракт на сотрудничество. Сузуки, имевшему колоссальный технический опыт, крайне не хватало в команде опытного практика. Им нужна была помощь Дегнера в доработке мотоцикла. Цель Сузуки была выиграть самую престижную мото-гонку на острове Мэн и показать запредельную надежность своей техники. В 1962 году удача улыбнулась, и Дегнер на мотоцикле, который он помогал конструировать, выиграл гонку на острове Мэн. Всего за 13 лет, как Сузуки перешел от ткадских станков к производству мотоциклов, ему удалось создать мощнейший в мире мотоцикл и победить в самой престижной гонке. Теперь-то, когда весь мир знает о победах Сузуки, можно выходить на рынки других стран. И в 1965 году появился мотоцикл Т-20, который специально предназначался для американского рынка. Это был первый в мире мотоцикл с шестиступенчатой коробкой передач. У Т-20 был двухтактный двигатель, работающий на смеси масла с бензином, из-за чего он был очень шумным, с сильным выхлопом. Но несмотря на это, продажи на американском рынке были очень хорошими. И к 1968 году объем двигателя увеличили вдвое, до 500 кубических сантиметров. Это была модель Т-500, которая развивала скорость до 170 км в час. Мотоцикл получился великолепно сбалансирован по мощности и весу. Это был самый объемный двигатель того года, за что и получил широкую популярность. В 1976 году компания представила мотоцикл, который можно назвать открывателем современной эры спортивных мотоциклов от компании Сузуки. Это был GS750. Первый мотоцикл компании, имеющий четырехтактный двигатель с уже раздельной системой смазки, мощностью 72 лошадиные силы и разбивающий скорость до 200 км в час. В 1982 году инженеры Сузуки начали работу над 750-кубовым мотоциклом, который навсегда изменит представление о мотоциклах. В 1985 году Сузуки всколыхнули все мотосообщество, представив абсолютно новый GSX-R750. Этот мотоцикл стал синонимом гонок. Модель получила новый двигатель, который имел в своем составе магний, из-за чего весил мотоцикл на 50 кг меньше, чем модель предыдущего поколения. В одночасье Сузуки перевернула законы современного мотоспорта. Те характеристики, которые демонстрировал мотоцикл, настолько продвинули индустрию, заставив ее развиваться, что она достигла того уровня, который мы видим сегодня. В 1988 году Кевин Шванц выиграл на GSX-R750 гонку Daytona 200, а еще через несколько месяцев Гран-при Японии. Пока мотоцикл выигрывал различные гонки, инженеры компании задумали разработать еще более легкий и мощный спортивный мотоцикл, который еще дальше уехал бы от конкурентов. Но у разработчиков возникли разногласия. Бросить все силы на разработку нового мощнейшего супербайка или покорить нишу 600 кубовых моделей. Компромисс был найден. Дело в том, что 600-ки всегда были чего-то лишены, чего-то в них не хватало у всех производителей. Ниша 600-кубовых байков – это переходная версия перед литровыми флагманами. В Сузуки же решили изменить эту концепцию и добавить в 600-ке все, что есть в старших моделях. Например, регулируемую подвеску, которой нет у конкурентов. Их ставка оказалась верной. GSX-R600 стал настоящим спортивным мотоциклом в среднем весе, позволяющий гораздо больше конкурентов. В 2000 году появился еще один спортивный мотоцикл, перевернувший мир мотогонок. Это GSX-R1000. Очень компактный и легкий, но с литровым двигателем. Он выигрывал чемпионат Американской ассоциации мотоспорта 8 раз в подряд, начиная с 2001 года. Еще один знаковый мотоцикл для компании Сузуки у всех на слуху уже почти два десятка лет. Модель спортивного мотоцикла Сузуки GSX-1300R Haibusa. Она была впервые представлена в 1999 году. Эта модель стала ответом компании Сузуки на самые быстрые на тот момент серийные мотоциклы от других японских производителей. Honda CBR1100XX Blackbird и Kawasaki ZZ-R1100. Технические характеристики и максимальная скорость Haibusa превзошли своих конкурентов и на время сделали модель самой быстрой в мире, с рекордом скорости 312 км в час. Однако данная скорость могла существовать лишь на бумаге. Поскольку в этом же году японские и европейские мотопроизводители, опасаясь введения ограничительных запретов на продажи мотоциклов, заключили соглашение, согласно которому максимальная скорость, вне зависимости от мощности двигателя, не могла превышать 299 км в час по спидометру. Тем не менее, модель Сузуки GSX-1300R Haibusa даже с таким ограничением продолжительное время считалась лидером в классе. Говоря о классе подобных мотоциклов, в те годы был впервые применен термин гиперспорт, к классу которого относились все подобные модели мотоциклов с рекордной мощностью и максимальной скоростью. С 2006 года и появление модели Kawasaki ZZR 1400, Haibusa утратила лидерство в данном классе. Однако это не помешало ей завоевать огромную армию почитателей во всем мире и стать по-настоящему культовой моделью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Компания Suzuki занимает почетные места во всех классах мототехники, в том числе и в классе туристических и кроссовых мотоциклов. Кроссовый байк Suzuki RMZ450 ежегодно попадает в пятерку лучших кроссовых мотоциклов. Его можно увидеть в различных соревнованиях по мотокроссу и мотофристайлу. Да и просто среди любителей погонять по бездорожью он очень популярен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если было интересно, поддержите видео лайками. Спасибо, что подписались. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok